В эфире программа Актуальное интервью. С вами Алена Евдокимова. Здравствуйте! Приближается знаменательный праздник – День Учителя. У многих из нас он связан со вспоминаниями о бантах, букетах и школьном прошлом. Сегодня мы поговорим и напомним о роли учителей и педагога в жизни человека, о мерах государственной поддержки специалистов в сфере образования, а также узнаем, как проводится празднование 5 октября в Ставропольском крае. У нас в гостях исполняющая обязанности министра образования Ставропольского края Мария Смагина. Мария Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рады видеть вас в нашей студии в преддверии этого замечательного праздника. Всегда интересно узнать, с чего же все началось. Ну, расскажите немножко об истории этого праздника. Ну, вы знаете, мне кажется, День Учителя праздновали всегда, но вот так, чтобы это была обозначена дата 5 октября, это, конечно, с 1994 года. До этого долгое время День Учителя праздновали последнее воскресенье октября. И мы с вами понимаем, почему этот праздник существует и насколько он важен. Потому что именно в этот день мы говорим спасибо нашим наставникам, нашим учителям и тем людям, которые сыграли огромную роль в жизни каждого из нас. Вот как раз давайте все-таки напомним, как я вначале сказала, о роли учителя в жизни человека. Вы знаете, говоря о роли учителя, невозможно, мне кажется, переоценить его влияние на жизнь всей нашей страны. Потому что именно от того, насколько силен учитель, насколько он является патриотом своей страны, от этого зависит то, какими будут наши дети. Практически сегодня каждый учитель представляет собой культурный фронт нашей страны. Это определенная категория лиц, которые служат, которые выполнесут свою миссию, выполняют свой профессиональный долг настолько качественно, насколько это возможно. От учителя зависит то, каким будет ребенок, будет ли он верить в свои силы, будет ли он бояться выступать на публике, а может быть он будет смелым танцором или потрясающим ведущим. От именно учителя зависит то, как ребенок будет реагировать на свои страхи, на свои опасения или, наоборот, на свои победы. Ведь не просто так мы с вами знаем, что благодарны тем учителям, которые сыграли в нашей жизни конкретно свою особую роль, те, которые научили нас прежде всего быть людьми. И главное качество сегодняшнего учителя, наверное, самое главное, это быть смелым и честным. Смелым, потому что только смелый учитель и сильный учитель сегодня может говорить детям правду, стоять на защите этой правды, защищать ценности нашей страны. А в то же время он должен быть честным, потому что ребенок всегда чувствует фальшь. И какие бы красивые слова учитель ни говорил, если он сам не разделяет те мысли, о которых он транслирует детям, ребенок не будет ему верить. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшние 45 тысяч учителей, педагогических работников в нашей крае, это именно те учителя, которые смогут нам взрастить новое поколение детей. Смелых, сильных, честных и настоящих патриотов нашей великой страны. Я думаю, можно сказать, что на определенный период времени учителя становятся вторыми родителями для ребенка, ведь так? Ну да. Если тем более проанализировать, я думаю, что каждый родитель семьи, он поймет, сколько времени конкретно он проводит со своим ребенком, а сколько времени проводит учитель. И его взгляд одобрения или порицания играет судьбоносную роль в жизни каждого ребенка. Думаю, наши зрители сейчас это послушают, и каждый вспомнит своего учителя, и какое-то заветное замечание, наверное, которое повлияло на его жизнь. Да. Как Вы считаете, изменилась ли роль учителя в сегодняшнее время? Мне кажется, да. Мне кажется, она меняется, и она меняется к лучшему. Мы стали очень много уделять профессии учителя в обществе и вообще всей системе образования. Но и здесь, наверное, я хотел бы подчеркнуть ту особую роль, которую сейчас сыграют средства массовой информации. То какую огромную поддержку оказываете Вы сегодняшнему учителю. И очень хочется просто пожелать нам всем быть аккуратными, потому что одна ошибка одного учителя из 45 тысяч того же нашего региона вызывает массу недовольства среди тех же родителей или учеников. Мне кажется, на одну ошибку нужно 10 раз рассказать, какие они у нас потрясающие, и сколько хорошего делает сегодняшний учитель в современной школе. Ведь представляете, с какими вызовами он сталкивается? Меняются стандарты. Они должны были измениться. Они, наконец-то, мы добились практически даже где-то своей педагогической мечты, потому что мы приходим к единому образовательному пространству во всей нашей стране. Мы начинаем писать единые книги. Мы говорим о едином содержании. А, следовательно, мы будем и измерять качества, знания наших детей едиными инструментами. Это здорово, но это докладывает дополнительную нагрузку на каждого учителя. Ведь он должен переосмыслить, перестроить свой образовательный процесс, перечитать, пересмотреть. Вдруг он что-то упускает, чтобы он мог восполнить те дефициты, которые могли случиться в связи с разнообразием образовательных программ, по которым обучались наши дети. И в целом сейчас разница поколений гораздо заметнее, чем, к примеру, в Советском Союзе. Конечно, проблема отцов и детей была всегда, но сейчас как будто бы эта пропасть гораздо увеличилась. И поэтому тут можно еще отдать дань учителям за то, что они с каждым годом учат новые тренды, как сейчас принято говорить, молодежи, и стараются быть с ними на волне. Может быть. Хотя мне кажется, все очень циклично. У Иоганна Пистолоца есть потрясающие слова. Он говорил о том, что истинный учитель в деревне тот, кто научился понимать, где белое, где черное. Тот, который понимает, где добро и где зло. Кто сумел заслужить уважение старших и почет и уважение младших. И именно такой учитель становится отцом деревни. Вот мне кажется, сегодняшняя наша школа, не только деревенская, сельская, но и городская, нуждается в таком учителе, который, глядя на ученика, уже приблизительно понимает, кем он может стать. И разговоры о важном, которые сегодня ведут наши учителя в школе, как раз еще раз подчеркивают ту огромную, потрясающую миссию, которую играет эта профессия в обществе. А еще роль педагога подчеркивает год, будет немножко тавтология, год педагога и наставника, который объявлен в этом году. Расскажите, какие же мероприятия, помимо традиционного дня учителя, посвящены этому событию? Вы знаете, когда мы утверждали календарный план на год, на самом деле он насчитывал более 400 мероприятий, потому что так много хотело образовательных организаций вставить свои ключевые мероприятия в этот план. В итоге был утвержден план из 150 мероприятий, самых-самых главных, как нам показалось на тот момент. Это и конференции, международные, всероссийские, региональные, это и семинары, и круглые столы, и различные симпозиумы, объединения по различным проблемным вопросам. И, конечно же, это конкурсы профессионального мастерства. Но и как без праздника, 5 октября это праздник, который будут праздновать, я думаю, на каждой образовательной площадке в нашем крае, в нашем городе, в каждом населенном пункте. И какое же мероприятие стало или станет самым масштабным? Нельзя, мне кажется, выделить что-то одно, потому что их так много, и каждый из них важен. Это, наверное, из последних, самых ярких, это тот конкурс «Учитель», лучший учитель, в котором мы все, я думаю, каждый житель края принимал участие, когда мы болели за нашу конкурсантку Герасиму Наталью Владимировну, которая очень достойно представляла наш Туропольский край. И мы абсолютно убеждены, что она является победителем, по крайней мере, в наших сердцах и сердцах наших учеников она таковым является. Ну и, конечно же, это и масса всех мероприятий, которые были. Не хочу умалять значения каждого из них. Они каждый отразили свою великую главную роль на воздействие личности каждого ребенка и жителя нашей страны. Ведь, по сути, для чего мы все это делаем? Мы делаем для того, чтобы подчеркнуть, что учитель профессия не только трудная, но она и очень интересная. И если ты любишь детей, то тебе однозначно нужно идти к профессии педагога, потому что ты сможешь быть счастливым. Помните, как говорил Лев Николаевич Толстой? Выбери дело по своей душе, вложи туда все свои силы, и счастье само тебя найдет. Ведь счастье же не в безделье, а счастье именно в реализации того труда, который тебе доставляет удовольствие. А что может быть лучше счастливых детских глаз? Вот мы сегодня сотрудниками Министерства образования Старопольского края ходили в школы и проводили свой разговор о важном. Мы говорили о профессии учителя с сегодняшними школьниками. Мне кажется, сегодняшний день для сотрудников Министерства образования был наиболее счастливым, потому что за бумажной волокитой и огромным документным оборотом, который никак не уменьшается в государственных структурах, мы смогли увидеть то, ради кого мы это делаем, ради наших детей. Да, это бесценный обмен энергией на самом деле. Как вы уже сказали, помимо подтверждения своей компетенции, профессиональности на уроках, существуют конкурсы профессионального мастерства для учителей. Вот расскажите подробнее, какие же конкурсы были проведены и какие успехи есть у наших створопольских учителей? Ну, в нашем крае проводятся все конкурсы, которые проводятся и в том числе на федеральном уровне. Это лучший учитель, лучший учитель родного языка и родной литературы, лучший воспитатель года. Это конкурсы воспитательного порядка, такие как «Сердце отдаю детям», лучший учитель безопасности жизни и деятельности, ну и масса других конкурсов. По сути, каждый из них важен, потому что в каждом мы показываем свою определенную грань, которую отображает учитель своей деятельности, свой талант, свое творчество. В одном мы показываем душу учителя, в другом – мастерство, в третьем – его интеллект. Эти все конкурсы направлены на то, чтобы и самому учителю дать возможность почувствовать свои силы и понять, что он очень важен, он очень нужен нашему краю. Поэтому те конкурсы, которые проводились, они подтверждаются высокими наградами. Свыше 40 победителей на всероссийском уровне. 25 получателей президентской премии – 200 тысяч рублей. Свыше 460 учителей получили премию губернатора Ставропольского края за воспитание победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. И масса-масса других поддержек, которые оказываются нашим учителям. Очень актуальный вопрос – это подготовка молодых кадров. Расскажите, как же происходит подготовка в нашем крае? В нашем крае 9 образовательных организаций ведут подготовку по педагогическим специальностям. 5 из которых – это вузы, учреждения высшего образования, 4 – это колледжи, учреждения среднего профессионального образования. На сегодняшний день в системе обучения по педагогическим направлениям и специальностям обучается 12 тысяч студентов. Из них 1440 являются целевиками, то есть те, которые уже знают, куда пойдут работать. Но несмотря на такое огромное число обучающихся по педагогическим специальностям и выпускников, потому что около 2000 мы пускаем ежегодно, мы знаем, что требуется обновление педагогического состава. Где-то, может быть, наши молодые педагоги чувствуют себя неуверенно. И вот здесь система наставничества и система трансформации современной подготовки учителя играет ключевую роль. Выпускник сегодняшнего вуза или колледжа, он должен с легкостью ориентироваться в образовательном поле, в законодательном образовательном поле. Он уже сегодня должен освоить новые инструменты, с которыми ему придется столкнуться, заходя в школу. Это умение конструировать рабочую программу и разбираться в учебном плане, и знать федеральный государственный образовательный стандарт, и наизусть выучить федеральную образовательную программу, по которой сегодня обучаются все дети нашей страны. Это работа кропотливая, трудная, но важная. И наши выпускники вузов должны быть к ней готовы. Ну и, конечно же, система наставничества – это важная такая миссия, наверное, каждой образовательной организации, чтобы данная система работала. На что она направлена? Конечно же, на поддержку молодого учителя. Не порицать, не укорять, не акцентировать внимание на ошибках, а наоборот вдохновлять и показывать, и говорить, у меня тоже не все получалось, но я же смог, посмотри, какие у меня ученики. И, знаете, вот сегодня, разговаривая со школьниками, вчера, готовясь к уроку со школьниками, я увидела потрясающий видеоконтент и фотоматериалы, которые разрабатывает Институт стратегии развития образования нашей страны, Институт воспитания Российской Федерации. Это те институты, которые сейчас помогают учителю содержательно готовиться к урокам. Конспект – пожалуйста. Видеоролик с Михаилом Голустяном, который поздравляет своего учителя с днем. С этим праздником, с днем учителя. Вот, пожалуйста, берите маленький видеофрагмент, 10-минутный, о роли учителя и его даже роли после того, как он уже не работает в школе, как трансформируется его судьба. Вот вам, пожалуйста, видеоматериал. То есть сейчас огромное поле возможностей для современного молодого учителя. Просто нужно не бояться и стараться делать все возможное, что в силах, для того, чтобы понравилось прежде всего ученику, чтобы он почувствовал интерес к обучению. Мария Викторовна, расскажите поподробнее на примере, как выглядит система наставничества или программа наставничества. То есть приходит молодой специалист в школу, и как дальше реализуется программа? Да, приходит молодой специалист в школу, и за ним закрепляется куратор или наставник, который сопровождает его в начальном этапе его становления. Это и где-то анализ уроков, это и где-то помощь в проведении внеурочных занятий, это и работа с родителями, ведь это тоже сейчас особая работа, потому что каждый родитель чувствует себя очень уверенно и, наверное, считает правильным высказать любые порицания в отношении работы педагога, что, наверное, не совсем верно с точки зрения профессиональной деятельности. И наставник как раз-таки в этом играет ключевую роль. Он помогает молодому учителю чувствовать себя максимально защищенно и уверенно. Он его наставляет, он его поддерживает, он подсказывает, как поговорить с трудным подростком, как заинтересовать творческого ребенка и направить его в соответствующую театральную студию. Или он видит, что вот этому ребенку нужно развивать свои спортивные способности, и явно к этому у него есть предрасположен талант, значит, его нужно направить туда. Наставник – это мудрый человек, который умеет словом и своим действиям показывать и вести за собой. Такая яркая звездочка в системе образования школы. Не могу не спросить о программе «Земский учитель». Давайте кому-то расскажем, а кому-то напомним о сущности этого проекта. «Земский учитель» – это программа, которая направлена на материальную поддержку педагога. Причем это не только молодой учитель, это может быть взрослый до 55 лет. Главное правило «Земского учителя» в том, что он должен выбрать округ не свой, а может быть соседний округ того же Ставропольского края. Одним из условий является имеющееся образование, среднепрофессиональное или высшее образование, которое позволит ему качественно выполнять свою работу. Ну и, конечно, трудовой договор, который он заключает со школой до 5 лет. И в этой связи он получает миллион рублей, которые он может потратить на любые свои нужды. Главное обязательство – отработать 5 лет. Ставка у него не меньше 18 часов нагрузки. Ну и, соответственно, выполнить обязательства перед государством. Если по какой-то причине, там, кризисной, случается так, что необходимо разорвать трудовой договор, деньги должны быть возвращены в государство. Программа интересная, нужная. Мне кажется, она особо интересна, конечно, молодым педагогам, которые, ну, в принципе, могут и поменять свое место жительства. Главным условием является сельская местность, либо город небольшой, до 50 тысяч населения. А есть ли вот какая-то уважительная причина, по которой можно разорвать контракт? Уважительная причина? Ну, конечно, они имеются. Это и состояние здоровья, которое могут быть. Но финансовые обязательства мы обязаны все равно погасить перед государством. Потому что данное направление специально ориентировано на то, чтобы помочь человеку использовать эти материальные ресурсы, либо на покупку жилья, либо на просто улучшение своего уровня жизни. Поэтому здесь нужно соблюдать те требования, которые предъявляет данная государственная программа. И насколько же программа помогла решить вопрос о нехватке кадров? Ну, на сегодняшний день уже 43 земских учителя в нашей системе. Мы продолжаем данную работу. До конца года будут еще в нашу систему привлечены земские учителя. И плюс эта программа продолжится и в следующем году. 29 учителей земских в следующем году тоже пополнят ряды педагогов Старопольского края. С земским учителем разобрались. Какие же еще существуют меры поддержки и стимулирования педагогов у нас в крае? Ну, я думаю, что все педагоги об этом знают, а молодым мы можем напомнить. Да, это и компенсация коммунальных платежей, которые осуществляются в сельской местности. Это и поддержка молодого учителя и того, кто впервые получает педагогическую специальность, соответствующие выплаты. В частности, молодому учителю дополнительно выплачивается до 50 оклада процентов. Молодому специалисту, который впервые получает тоже 25 процентов от оклада. Плюс за классное руководство плачивается 5 тысяч рублей, плюс наша еще краевая надбавка, которая позволяет молодому учителю чувствовать себя максимально защищенным. Но я прекрасно понимаю, что те огромные меры, которые оказывает Старопольский край, наш правительство, нашего края, конечно, нужно совершенствовать и продолжать. Но здесь даже больше не регионального уровня, а федерального, чтобы заработная плата была единой на всей территории нашей страны. Потому что все прекрасно понимаем, что, допустим, заработная плата Москвы и Московской области в разы выше, чем у регионов. И это является привлекательной для наших звездочек, замечательных учителей, которые уезжают. Нам нужно, чтобы они не уезжали, а чувствовали себя здесь хорошо. Вы знаете, у Шауэ Монашвили есть потрясающее высказывание. Он как-то сказал, что школа всегда будет страдать от бедного учителя. И не потому, что бедному учителю трудно вести педагогический поиск, и фанатики могут работать без денег. Но ведь учитель должен быть гордым, тогда и школа будет гордой. Вот я очень хочу, чтобы наш учитель чувствовал себя социально защищенным и гордым. И чтобы мы вместе с вами, средства массовой информации, помогали ему чувствовать себя особым человеком в жизни каждой нашей семьи, нашего огромного края. Я думаю, большую поддержку в этом окажут сами ученики, когда они будут возвращаться к учителю, благодарить его, получая вот эту ответную любовь. Возможно, он будет компенсировать какие-то материальные вопросы. Можно будем так? Ну, я очень надеюсь. Но хотя, если рассматривать вопросы материального благосостояния нашего учителя, оно абсолютно в рамках законодательной нормы. Мы выплачиваем все необходимые выплаты, и наша средняя заработная плата соответствует указам президента. Но мы также прекрасно понимаем, что нет предела совершенству, и каждый учитель хочет двигаться дальше и хочет иметь больше возможностей, как и каждый человек нашего общества. Просто мне бы, наверное, хотелось добавить, чтобы каждый учитель имел не только хорошую заработную плату, но имел возможность полноценного отдыха, потому что нагрузка в полторы-две ставки порой бывает очень утомительна. И мы с вами знаем, сколько требуется подготовки для того, чтобы провести хороший урок. Вот я вчера готовилась к уроку, но я потратила на 30-минутный урок, ну, где-то, может быть, часа два, потому что продумать порядок вопросов, посмотреть видеоролики самой, подумать, в каком порядке лучше их подать, проанализировать возможные этапы работы, как их можно перемещать. То есть на каждый урок требуется колоссальное время подготовки. И несмотря на, казалось бы, там короткий день того же учителя начальных классов, у него оставшиеся полдня уходят на подготовку к следующему дню. Учитель должен иметь возможность отдыхать, он должен иметь возможность наполняться новыми книгами, новыми эмоциями, он должен иметь возможность пойти в театр и посмотреть новую постановку. Только обогащенная душа учителя и свет в глазах могут быть привлекательными. Поэтому я очень надеюсь, что год педагога и наставника, и для дальнейшего развития, думаю, что всех программ по поддержке учителя позволит чувствовать себя, ну, чуточку легче. Вот, чтобы добиться больше свободного времени для учителя, нужна какая-то перезагрузка образовательной программы, или что для этого можно сделать? Ну, что для этого можно сделать? Я думаю, что каждый из вас понимает, что есть определенные ставки часов, и не просто так они определены, допустим, ставка часов, там, 18 часов, которые в неделю должен выполнить учитель. Мы понимаем, что в связи с нехваткой кадров в некоторых округах нашего края учитель вынужден брать дополнительную нагрузку. И для того, чтобы ему восстанавливаться, ну, нужно находить какие-то дополнительные возможности. Но в этом отношении учитель тоже в какой-то мере защищен, потому что такого большого отпуска, как 56 дней, не имеет, наверное, в нашем государстве никто. Понятно, что его отпуск бывает разбит за счет летней практики, за счет летнего детского отдыха, который организуется на базе школ. Но все равно эти 56 дней, которые дают возможность учителю восстановиться. Поэтому дай Бог, чтобы мы это никогда не тронули, и так и сохранили за учителем завоеванные и заслуженные дни отдыха. И еще хотела уточнить о мерах поддержки, которые вы сказали. Они автоматически предусмотрены для учителей, или же они носят заявительный характер? Автоматически предусмотрены для учителей, если они соответствуют той или иной категории. Поэтому, конечно, я думаю, что каждый работодатель, он предупредит учителю о тех возможностях, которые есть. И каждый работодатель, более того, в этом заинтересован. У нас нет возможности утаить. У нас, наоборот, есть желание рассказать о той поддержке, которая осуществляется в нашем регионе. Мария Викторовна, спасибо большое, что вы нам так подробно рассказали о деятельности педагога, и, я думаю, перевернули взгляд на роль учителя сегодня. Давайте же поздравим всех причастных с этим замечательным праздником. Ну что, дорогие учителя, для нас с вами это особый день. День, когда мы, наверное, где-то ставим сами себе внутреннюю оценку. И пусть та оценка, которую вы поставите себе, будет максимально высокой. Пусть каждый из вас, заходя в класс, будет видеть сияющие глаза учеников, благодарных учеников. Пусть рядом с вами будут понимающие родители, которые будут являться вашими соратниками, и будут способствовать только вашему профессиональному труду на благо наших общих детей. Я желаю вам верить в своих учеников, желаю не ломать им крылья, а только взращивать, потому что только вера и любовь к нашим детям позволяют им достигать таких высот, которых даже мечтать не могли. Поэтому я желаю вам стойкости, веры, любви, уверенности в завтрашнем дне и социальной защищенности. Пусть этот день позволит вам почувствовать всю любовь ваших учеников, и вы почувствуете, насколько огромную роль вы играете в жизни каждой семьи, в каждого ребенка и нашего огромного любимого Старопольского края. Очень красиво и по-доброму. Спасибо большое, Мария Викторовна, что вы нашли время и пришли к нам сегодня, и мы обсудили такую важную тему, которая не потеряла своей актуальности ни как та. Спасибо большое. Я, наверное, тоже присоединюсь к поздравлениям. И что я хочу сказать. Дорогие учителя, желаю всегда сохранять в душе любовь к своей трудной, но такой важной и нужной профессии педагога. Пусть сил прибавляют вам любовь и уважение ваших учеников, гордые за их успехи и достижения, в которых немало вашей заслуги. Будьте бодры и здоровы. В эфире была программа «Актуальное интервью». Как всегда, оставайтесь на своем.